Узкие дворовые проезды и множество припаркованных автомобилей вдоль тротуаров, а подчас и на них. Увы, типичная картина для новых микрорайонов. Нехватка парковочных мест вынуждает местных жителей бросать автомобили почти на проезжей части. Вывести мусор в такой ситуации задача не из легких. Хорошо, если владелец машины, перекрывший проезд большой техники, вовремя придет или хотя бы оставит номер телефона. Но бывает и так, что даже въехав во двор, мусоровоз встречает на своем пути еще одно препятствие – брошенный у контейнерной площадки автомобиль. Госадмотехнадзором Московской области еженедельно проводятся рейды по выявлению нарушений, препятствующих вывозу мусора. Чаще всего это происходит в плотной жилой застройке, особенно в рабочем поселке Дрожжино, Боброво, Суханово, Лопатино. Водители мусоровозов говорят, ситуация, к сожалению, очень распространенная, в том числе для поселка Дрожжино. Сфотографируем, если тут не проедем, с другой стороны пытаемся. А вот жители домов на Новом шоссе утверждают, что такую парковку видят впервые. Вижу первый раз. А вообще, в принципе, проблемы с вывозом мусора есть? Ну, конечно, есть. Во-первых, вы не рассортировывают, во-вторых, не вывозят. Вот одна мусорка, там дальше вторая мусорка. Мусоровозу ни разу не видела, чтобы перегораживали. Ага. То есть, в принципе, всегда мусор вывозится вовремя, никаких нареканий нет, да? Ну, бывает, скапливается, но, в общем, неплохо вывозят. Мы в том доме живем, у нас нет, у нас нормально вывозят. Ну, по крайней мере, я не слышала, чтобы прямо не вывозили мусор, чтобы какие-то свалки были. Нет, машины каждый день проезжают. Между тем, за парковку, препятствующую вывозу мусора, собственнику транспортного средства грозит административное наказание. Штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Направляется запрос в ОГИБДД по Ленинскому городскому округу. Предоставляется нам карточка информации о собственнике. И, соответственно, направляется административный штраф по месту прописки. За последнюю неделю в муниципалитете выявили более 20 подобных нарушений. Владельцы транспортных средств были оштрафованы на общую сумму более 60 тысяч рублей. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно.